байдарский перевал 6 июня двадцать первого года мы хотим пройтись немножко в бок сторону горы хубака я линого залета кусочек севастопольская тропа да он тур да ну нам наверно налево сейчас уточним на карты зверь тут шел тоже поднимался на горку хубака я есть малозаметная тропка идет по хребту большая севастопольская тропа она там правее ниже траверсирует эту гору не подымается здесь лесу видовых нет хребте тропа выходят на прогалинке а тут а тут чабрет цветёк вот он пахнет васильки его далеко виднеется он кельсе бурун там шатка там дальше еще что что это путь к вершине тут остается совсем рядом навстречают ковры цвету как тут идти по тропе если тропа заросла цвета ну да и очень много видов серая такая серая змея она живет тут и куда она делась вершина хубак кая 663 метра и представляется из себя маленькие турчики с камней интересно где же кая скала где же скала то клуба остались реликтовые деревья и в общего попила дубочек не маленький цель нашей прогулки сегодняшняя уже совсем близко тропа идет по лесу по хребту и туда выйти на открытые места на гору с водолина отцвела тут уже скоро скоро что-то виднется будет ух сколько было с водолиной вот 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 зачем мы сюда пришли ну как любви и знай родной край крылья вообще с такого ракурса да пушка я орлиная вся Майдарская долина класс вот эта игра называется орлиный залет ну там вот выше там вершина 703 метра а этих орлиных залетов у нас в Крыму я думаю что есть наверно какое-то другое нормальное название надо у Белянского будет пускать ага все тут каждый метр можно дальше останавливаться любовать прямо под нами поле с дорогой мы там самолет пускали много лет пока можно было а он дальше в полях маки он красные маки за озером этим туристическим ух ты какая пещера там возле Кизилова ну вот там правее Мамут-Каба пещера там больше пяти километров хитро закрученных ходов где-то вот по этой балочке ну где-то там в основании балки Байдарская долина это мы еще только часть ее видим а вы в маке не понял лимонник это то мы любовались видами с предвершинного гребня собственно вершина 703 метра где-то да она вот где-то вот прям здесь и там еще должно быть видовушка ну вот не знаю есть ли что-либо выше этого пупырята это на месте это на месте это на месте просто цветущая поляна ромашка и чабрец смотри какие были асфаделины по пояс да по пояс да огромные цвели красиво ну что сейчас чабрец и ромашка на свое время мягкая травка мягкая травка вот а там уже вот бью ксенор там мы были в эту сторону на восток видно вот это пониже кучу ксенор то бью ксенор потом вот это большое понижение верховья обалки молтажской там речка арманка там уже обрывы мертвенка если под ними чертова лестница вон там холми горы безюка долина кородакского леса и уже плата там тарпан байер лысая янык ил ну а там уже рукой подать и дома в ялту ну а что вот пила в т.п. охотничьи считай маленький крым так на каждой везде были да вот просто не верят там стоял там там прошел по бровочке тут ну должна быть еще окошко с этой удивительного орлиного залета чтобы увидеть Эйдарскую долину тут с обрыва только чуть-чуть видно вот счастливое дерево со счастливой этой подковой сейчас подойдем тут всякие разные цветы на обрывах пудячки а там наползают тучи и 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 в и и не хочется уходить с этой видовой полянке вершинки но на сегодня прогноз такое что может как дать Надо еще сюда прийти как-нибудь осенью, может хорошую погоду. Темно в ожидании дождя, хотя некоторые птички в это не верят, что череплю. Что-то там косуль бедный гавкает, зажатый в тисках, с одной стороны большая Севастопольская тропа, с другой стороны тут люди, машины, найдет выход, все, целебилизация, хоть она не ладно. Наш мини походик к видовой орлиной залет закончен, 5 километров туда-сюда, перепад 200 метров, зато какие красоты, виды, так что можно рекомендовать.